Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем! Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у меня будет маленький ролик про мою кухонную рутину. Сначала я с сушилки убираю все лишнее, посуду разбираю, которая высохла, для того, чтобы она не мешала. Меняю мусорный пакет в мусорке. У нас навесная мусорка на дверце, нам она очень удобная. Главное не запихивать туда большие предметы, иначе в дверях она будет мешаться при открытии. Мусорный пакет, а так в принципе очень даже ничего. Бюджетный вариант я покупала на Озон. Разбираю тоже кухонный стол. Мы то работаем, я сижу, какие-то бумажки, провода вечные, зарядники постоянно, телефоны заряжаем, еще что-то. Начинаю разгребать. Давно не было видео, я замоталась, закрутилась, совершенно некогда пока что снимать. Извиняюсь очень сильно, если кто-то меня потерял. Буду стараться чаще снимать, потому что, как вы знаете, семейная жизнь, она такая, как закрутит, как завертит, и все. И меня можно потерять. Но я надеюсь, что это исключение такое у нас. Протираем от крошек сначала стол, а потом уже мокрой тряпочкой проходимся по столу, чтобы убрать какие-то пятна, разводы и так далее. Погода у нас, кстати, представляете, у нас тут недавно был ураган, и четверо людей погибло. Очень жалко, очень несчастные случаи такие вот произошли у нас, и до сих пор у нас город восстанавливается после урагана. И переходим мыть посуду. Посуды не так много, просто у нас докушали мы второе, кружки, тарелки, и ничего больше такого. Интересно. Ну и у Ксюхи бутылочки. Губка у меня такая покромственная, представляете, развалилась как-то, не знаю, то ли качество губок такое, то ли что. Я стараюсь просто их больше брать, и по акции подешевле. Мне как-то вот, нет у меня прям какого-то приоритета, что я как бы какие-то губки прям именно конкретно беру. Какие есть по акции, такие беру, но я беру среднего размера, прям крупные не беру, а беру среднего размера. И замачиваю тряпочку в средстве, как обычно, для того, чтобы она отмокла. И сейчас тоже сполосну еще крышку от мусорки, накапываю туда. И замачиваем раковину, для того, чтобы тоже налет убрать какой-то, чтобы посветлее она была. Раковину я стараюсь вот так замачивать хотя бы раз в два дня, потому что она быстро сереет, так сказать, темнеет, да. Потому что постоянно то чай, то кофе моем, то еще что-то, какие-то остатки еды. И стараюсь всегда вот почаще ее замачивать в таком виде. Протираем поверхности, прям не генеральная уборка, а просто вот где вижу грязь, там протираю. Где-то вот стенки где-то закапали. И сегодня вот такая легонькая уборка на кухне. Хотелось бы, конечно, снимать глобальные такие уборки. Пока что вот нет возможности, Ксюха вообще не дает. Даже в процессе этой уборки она все равно пришла мне помогать. А я не могу расслабиться и спокойно что-то делать, что бы я хотела. Когда ребенок у меня рядом, она просит внимания. И я вот не могу так разрываться, для меня это тяжело. Загадила, посмотрите, стыд, позор. Загадила плиту. Сейчас будем отмывать. Будем отмывать ее жироудалителем вот таким Голд. Он хорошо отмыл нашу духовку. И я решила, что немножко нанесу, распределю. И потом щеточкой или тряпочкой протрем. И все неплохо удалилось. Здесь в каких-то местах я даже применяла металлическую щеточку. Там, где плохо оттиралось. И составляем все на место. Крышечки вот эти для газовых комфортов я решила сполоснуть. На одной из них был прям такой налет жира. Так что я даже металлическую губочкой прошлась. И он неплохо оттерся. А остальные, которые без налета, я их просто сполоснула. И отправляем их сушиться. И сейчас сразу хочу почистить чайник. Давно тоже не чистила чайник. Тоже вот этим жироудалителем решила попробовать. И металлической щеточкой. Вы представляете, прям вообще мне так понравилось. Стоит он, конечно, я не помню сколько. Потому что у меня муж его покупал, этот жироудалитель. Но, конечно, результат от него очень хороший. Кто им пользуется, напишите, нравится вам или нет. Дно у меня не получилось прям идеально очистить. Потому что все равно соприкасается с огнем. И там уже, как бы, такой копоть, нагар. И как, не знаю, правильно сказать. А сам чайник очистился прям вообще очень хорошо. Прям видно мое отражение там. Привет! Машу рукой вам через чайник. Всполаскиваем тряпочку. И сразу протираем вот эти вот комфорточки. Крышечки для плиты. И составляем их на место. Я сразу поверхность убираю от воды. Потому что если к нам придут снова тараканы, я этого не переживу. Мы и так стараемся все убирать, очищать, убирать, чтобы не было воды. Иначе будут бегать тараканы. Тут была в ванной. И слышу, прям соседка сверху кричит. А она, видимо, тараканов боится. У них таракан ползет. И муж ей кричит. Что ты кричишь? Убей его, убей! А она кричит. Прям у нас слышно. Ну, я уже, как бы, не кричу. Первое время, конечно, тоже кричала. Но сейчас, как бы, бегом за тапком. И... Худыш! И нет таракана. Ну, и, конечно, ставим ловушки. Всполаскиваем тряпочку. Ковшик. Убираем на место под раковину. И сразу решила наполнить масленку маслом. Потому что уже закончилась на дне. И тут в бутылке как раз немного осталось. И, чтобы новую не открывать, допользую эту сначала. Решила я протереть фасады внизу. Потому что, после раз, как-то обратила на них внимание. Думаю, господи, Ксюха мне заляпала все фасады. Ну, и, в принципе, мы руками. Ну, и что вы думаете? Я начала всех мыть, а Ксюха мне начала помогать. Ну, вот такая вот у меня помощница. Приходит, и я только протираю. Она уже ручками все ляп-ляп и готова. Бештанная команда бегает у меня в одном памперсе. Дома тепло, в принципе. Но на улице, конечно, сегодня ветер у нас еще. Протираю только нижние фасады. Потому что верхние, я посмотрела, они в более-менее таком хорошем состоянии. Пока что прям протирания не требуют. Надеюсь, что когда-нибудь соберусь с мыслями на генуборку с расслаблением кухни. Возможно, но, сколько я смотрю, ничего расслабить с кухни пока не могу. Пройдемся сразу пылесосом на кухне. Чтобы брать какие-то мелкие крошки, крупинки, соринки. Ксюха постоянно тусуется. Ходит то с печенькой, то с хлебом. Постоянно крошки крошатся. В день да не по разу пылесосим. Но лишний раз не помешает. И тоже набрала в ведро воды. И не стала лентяйку делать. Руками помою пол. И вот опять помощница пришла помогать нему мыть пол. Она всегда участвует в таких мероприятиях. Падаем, сподскальзываемся. Ой, помощница, не то слово. Потом бы так помогали дети, как вот в маленьком возрасте. А то некоторых иногда и не допросишься. Бывают такие детки. Что потом ты не допросишься помощи. Ну дай бог, чтобы у всех дети всегда помогали во всем. Воспитывать их так, чтобы была всегда помощь детей в будущем. Ну что, вот такая вот маленькая, быстрая мотивация получилась. Я надеюсь, я вас немножко смотивировала на уборку. Не теряйте меня. Я скоро выйду в русло нормально и буду хорошо снимать. Всем пока-пока. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда еще в описании. Всем пока-пока.